МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Очередной этап избирательной кампании. В Беларуси сегодня завершается формирование территориальных комиссий. Согласно законодательству, правом делегировать своих представителей обладают трудовые коллективы, политические партии, общественные объединения, а также граждане путем подачи соответствующего заявления. А уже завтра инициативные группы приступят к сбору подписей за выдвижение своих кандидатов. У сборщика подписей или члена инициативной группы, как он официально называется, в обязательном порядке должно быть удостоверение, выданное центральной комиссией. Там печать и подпись председателя будут. В подписном листе в обязательном порядке в верхней части должно быть указано, за кого собираются подписи. В этом же подписном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество сборщика подписей. Все сведения о гражданине, который ставит свою подпись, могут быть заполнены членом инициативной группы или другим гражданином, который ему помогает, но только рукописным способом и не карандашом. А вот дату и подпись, собственноручная, должны быть оригинальными избирателя, который подписывается. Всего Центрсберком дал зеленый свет сторонникам восьми претендентов на главный пост в стране. До 21 августа включительно им предстоит заручиться поддержкой не менее 100 тысяч белорусов, чтобы выдвиженец получил статус кандидата в президенты. Напомню, выборы главы белорусского государства пройдут 11 октября. Бангладеш заинтересован в инвестициях в совместное производство. Об этом сегодня заявил представитель делегации Южноазиатского государства на встрече с бизнес-кругами Беларуси. Переговоры прошли в торгово-промышленной палате. Так, есть интерес к сотрудничеству в области туризма, энергетики, грузоперевозок и металлургии. Отмечу, Беларусь предложила построить Бангладеш в молочный комбинат и завод по обработке крупного рогатого скота. Работы по его созданию уже ведутся. Народная республика также покупает наше калийное удобрение. В этом году планируется их экспорт составить 120 тысяч тонн. Бангладеш открыт для инвестиций. Наше правительство для этого предоставляет налоговые льготы, а также земельные участки. У нас развита текстильная промышленность. Мы рады найти новых партнеров в этой области. В свою очередь, я знаю о мощном рынке сельхозтехники в Беларуси. И мы хотели бы покупать ваши трактора. Сейчас стоит задача восстановить объемы товароборота, который мы достигли в 2013 году. Это был самый успешный год в этом смысле. Товароборот был порядка 130 миллионов долларов. На мой взгляд, это вполне возможно, потому что идут хорошие, серьезные наработки по многим направлениям. Идутся переговоры по возможности поставок автомобилей МАЗа. Есть переговоры, я знаю, по поводу поставок химических нитей и волокон. И к событиям в Украине. Представители радикальной группировки «Правый сектор» потребовали ввести в Украине военное положение. Ранее они провели митинг на Киевском Майдане, где требовали отставки действующего правительства. Кроме того, лидер радикалов пообещал начать новый этап украинской революции. Тем временем долгожданная тишина на Донбассе не наступает. В Донецке ударом бомбы разрушен многоэтажный дом. Из тяжелой артиллерии обстрелили на село Троицкое. Там снаряды попали в дамбу. В случае разрушения плотины затопленными окажутся сразу несколько населенных пунктов. Не менее 13 поселков остаются без света. Энергетики стараются восстановить подачу электричества. Но это невозможно из-за регулярных обстрелов. В Красноярском крае объявили траур по погибшим в ДТП. Завтра, 23 июля, по всей территории региона будут приспущены флаги. Телеканалы откажутся от трансляции развлекательных программ. Напомню, страшная автокатастрофа произошла в Красноярском крае во вторник. В результате столкновения автобуса и грузовика там погибли 11 человек. 33 получили ранения. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в Красноярскую краевую больницу. Трагедия произошла из-за того, что водитель фуры уснул за рулем. Некоторые семьи жертв крушения пассажирского лайнера во французских Альпах получат компенсацию более 1 миллиона евро. Такую сумму авиаконцерн выплатит тем, кто потерял в катастрофе близкого родственника, который был кормильцем семьи. Остальные могут рассчитывать на 100 тысяч евро за погибшего человека. Ранее авиакомпания предложила сумму в 4 раза меньше, но родственники жертв катастрофы отказались от компенсации, посчитав ее недостаточной. Напомню, в начале марта аэробус, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли 150 пассажиров. Более 400 нелегальных беженцев спасла береговая охрана Италии в Средиземном море. Операция стала частью программы ЕС по оказанию помощи мигрантам. Ее провели недалеко от берегов Ливии. На борту четырех лодок находились 414 человек, среди них новорожденные дети. Отмечу, проблема нелегальной миграции для Евросоюза стала особенно острой в последнее время. За первую половину текущего года по Средиземному морю в Европу незаконно прибыли около 140 тысяч человек. Большинство из них беженцы, ищущие защиты от войны и преследований. Сильные ливни парализовали индийский город Мумбаи. Здесь нарушено движение транспорта и пригородных поездов. Некоторые улицы затоплены настолько, что людям буквально приходится плавать по городу. Вода стоит на первых этажах зданий. Закрыты десятки учреждений, повреждены линии электропередачи. Метеорологи сообщают, что ливни будут идти еще несколько дней. Уровень воды в низинных районах города к этому времени может дойти до трех метров. Появились доказательства того, что боевики группировки «Исламское государство» производят и используют химическое оружие. После минометного обстрела в Сирии в руки экспертов попал неразорвавшийся снаряд, выпущенный экстремистами. Сразу две группы ученых подтвердили, что он содержит токсичные химикаты. Кроме того, об этом свидетельствуют симптомы пострадавших от взрывов. Туристы из Великобритании подрались с бастующими французскими моряками. Паромщики устроили забастовку и перекрыли тоннель под Ла-Маншем. Из-за этого машина путешественников застряла в 20-километровой пробке. Туристы пытались вразумить протестующих, но демонстранты оставались непреклонными. Накал эмоций перерос в драку, которую остановил только приезд полиции. Поводом для акции протеста и блокирования тоннеля под Ла-Маншем стало решение судовладельца передать два британских парома компании-конкуренту. Моряки боятся, что это станет причиной снижения зарплат. Марина Караман, телекомпания СТВ. В Беларуси резкий всплеск аварийности с участием детей. В зоне риска и маленькие пешеходы, и велосипедисты. Буквально минувшим вечером в одном из минских дворов машина сбила девочку. Она внезапно выбежала из-за припаркованных авто. Ей понадобилась помощь медиков. Сейчас ребенок в больнице. Похожая ситуация произошла в Ивацевичском районе. Там трактор сбил семилетнюю девочку. Во время игры с друзьями она ударилась о заднюю часть прицепа. Ребенка госпитализировали с рваной раной бедра и тупой травмой живота. Как позже стало известно, девочка была на улице без присмотра. Но гаварии с участием велосипедистов. Только в Минске с начала этой недели произошло два подобных случая. О победе с женским лицом. Участников одноименного мотопробега примет сегодня Брест. Он стартовал 20 июля из Москвы. Нынешнее путешествие прекрасная половина человечества посвятила знаменательной дате. 70-летию победы в Великой Отечественной. Из Бреста дамы на мотоциклах отправятся в Литву. Затем посетят Латвию, Эстонию, попутно заглянутые в Калининград. За время путешествия они посетят места боевой славы, возложат цветы к памятникам Великой Отечественной войны и могилам советских солдат. История похожа на сказку. В Гомеле прихожане храма Архангела Михаила, словно за ребенком, ухаживают за дикой косулей с первых дней ее жизни. В город осиротевшее животное люди привезли из жалости. Теперь же оно стало всеобщим любимцем. О человечности материал Александра Добрьяна. Сегодня у косули по кличке Бимка рацион по листым меркам царский. Хочешь пшеница, хочешь кукуруза, всегда свежая трава, морковь, свекла, да и издобной букой. Ее не удивишь. Пронесла женщина ее. Она где-то в лесу, были с мужем в лесу. И нашли ее маленькую. Лежала рядом мать убитая и косулечка. Они ее забрали три дня дома. Они держали ее, выпаивали молоком. А потом на балконе, я говорю, на балконе же держать ее не буду. И она, например, решила принести ее в храм. С первых дней на приходе лесная сиротка покорила людские сердца. Еще бы. Столько сил и переживаний понадобилось, чтобы поставить дикое животное на ноги. Она как бы стала нашей всеобщей любимицей. Потому что когда ее принесли, мы все, вот первый вопрос, приезжаешь на храм, как Бимка, что она, как покушала, как она растет, как у нее даже может настроение. А вот сама косуля к человеку привыкала гораздо дольше. Спокойно реагировать на людей Бимка стала совсем недавно. Теперь она делит вольер с козлом Борькой, аистом Бусликом, гусями, утками, залетными голубями и воронами. За время жизни у людей косуля стала практически ручной. Даже не боится собачьего лая. Однако все равно сохраняет осторожность. Живой уголок при храме орхистратига Михаила настоящий ноев ковчег регионального масштаба. Животных, попавших в беду, сюда приносят уже не первый год. Без помощи пока никто не остался. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель. Британская королевская семья отмечает второй день рождения принца Джорджа, маленького правнука Елизаветы II. Принт Джордж, сын герцога и герцогини кембриджских Уильяма и Кейт, третий в очереди на британский престол. К этой дате в королевстве от Чеканина серебряная памятная монета достоинством в 5 фунтов с ограниченным тиражом 7,5 тысяч штук. На монете изображен небесный покровитель принца Георгий Победоносец. Обратную сторону украшает изображение Елизаветы II. Такова информация на этот час. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 16.30. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok